Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Зюба Дмитрий Александрович, я доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национальной медицинской академии послепломного образования имени Платонова Греча Шубека И сегодня тема нашей лекции будет «Промпозиция как метод лечения острого респираторного дистресс-синдрома при коронавирусной инфекции» Актуальность данной темы, ни у кого не возникает вопроса, почему коронавирусная инфекция так актуальна Потому что мы столкнулись со страшной проблемой Каждый день, несмотря на все усилия мировой медицины, все больше и больше заболевших, умерших, к сожалению, наша страна не является исключением Ну и, наверное, одно из самых печальных фактов про коронавирус, про его этиологию Это то, что приблизительно 30% населения данное заболевание происходит практически бессимптомно И у 55% протекает с небольшими симптомами, которые человек может воспринять как обычную простуду и просто переходить на ногах И мы получаем печальную картину в том, что практически 85% населения у нас могут быть носителями данной инфекции И, к сожалению, есть еще один такой факт, что в странах, где очень много проводится тестов ежедневно То много и выявляется коронавируса Например, в Германии проводится приблизительно 6000 тестов ежедневно А у нашей страны проведено всего 6000 тестов То есть получается такая картина, знаете, как коронавирус Шрёдингера Потому что человек, который не проверен и не прошел тест на коронавирус У него с одинаковой вероятностью и есть, и нет данного заболевания И получается в стационар у нас люди попадают с тяжелым или критическим течением коронавирусной инфекции Критическое течение коронавирусной инфекции по разным данным Сейчас уже, к сожалению, или к счастью, не знаю, как это говорить Уже очень много статистических данных, особенности после китайской эпидемии Так вот, критическое течение коронавирусной инфекции составляет в среднем от 3 до 5% от общего количества заболевших И, к сожалению, у этих пациентов развивается такое тяжелое осложнение Как острый респираторный дистресс синдром Современная интенсивная терапия достаточно долго и, можно сказать, эффективно лечит острый респираторный дистресс синдром Есть множество протоколов, есть множество рекомендаций И современные рекомендации по лечению коронавирусных пневмоний Сходяются к тому, что острый респираторный дистресс синдром, который возникает вследствие коронавирусной инфекции Рекомендовано лечить по протоколам острого респираторного дистресс синдрома Следует отметить, что в этих протоколах, если говорить про лечение коронавирусных пневмоний Промпозиция занимает особое место Потому что выявлено, что патофизиологически коронавирусная инфекция особо повреждает дарзальные и базальные отделы легких Все руководства по лечению коронавирусной инфекции сходятся к тому, что показания к назначению пронпозиции Являются такими же принципами, как в протоколах ОРДС при других видах пневмоний Это соотношение ПО-2 к ФИО-2 меньше 150 И пронпозиция назначается 12-16 часов в сутки с перерывами в 4 часа И о неэффективности данного метода лечения нам будет говорить то, что соотношение ПО-2 к ФИО-2 у нас будет меньше 80 И в этом случае мы переходим к другому методу лечения, которому является экстракорпоральная мембранная оксигенация Для того, чтобы понимать, как пронпозиция действует на англичеке Мы должны поговорить немного о патофизиологии данного процесса Посмотрите на слайд В верхней части вы увидите, что легкое содержит больше альвеолярных единиц в дарзальных областях, чем вентральных И здесь показано, как гравитационный градиент плеврального давления приводит к сжатию зависимых сегментов альвеол А когда пациент находится в положении лежа, в пронпозиции, это приводит к меньшей доле сжатых альвеол Пока пациент лежит на спине, сжимающая сила тяжести усиливается давлением стенки грудной клетки Дополнительно сжимая дарзальные сегменты и расширяя вентральную часть И наоборот, когда пациент находится в пронпозиции, давление грудной стенки противодействует эффектам гравитации Что приводит к более однородной аэрации Крайний левый столбец отображает экспериментальные данные, подтверждающие эту модель Обратите внимание на этот слайд В положении лежа на спине наиболее дорозальные отделы получают приблизительно 13% от общей перфузии Причем из этой перфузии 91% составляет шантирующая фракция Если же мы говорим о пронпозиции, то незначительно изменяется распределение перфузии Но заметно уменьшается общая шантирующая фракция Кроме влияния на респираторную функцию, пронпозиция также действует на различные органы и системы Так, например, она имеет кардиальные эффекты Использование пронпозиции улучшает генозный возврат А у пациентов, которые чувствительны к преднагрузке, увеличивается сердечный индекс Следует также сказать и о негативных эффектах Так, например, у пациентов с ожирением пронпозиция может увеличивать интравдноминальное давление Также у них может увеличиваться вероятность возникновения рвоты И снижается восприимчивость к питанию большими объемами Ну и если брать во внимание множество исследований, которые проводились по использованию пронпозиции Острым эспираторным дистресс-синдромом у взрослых То большинство исследований показывают, что пронпозиция также влияет на летальность, значительно ее сокращая Для того, чтобы разобраться в нюансах проведения такой манипуляции, как пронпозиция Мы в нашей лекции будем опираться на один из самых авторитетных гейдлайнов Это гейдлайн, который составлен в ноябре 2019 года По проведению пронпозиции у взрослых, находящихся в афтическом состоянии Ассоциации врачей интенсивной терапии Великобритании Итак, как мы с вами уже говорили, показаниями применения и начала пронпозиции Является соотношение ПО2 к ФИО2 при значении меньше 150 И значениями ФИО2 меньше 0,6 Желательно проводить пронпозицию на ранних этапах заболевания В идеале первые 48 часов Лучшие результаты получены при манипуляции дыхательного объема 6 мл на килограмм масса тела С использованием миорелаксации при десинхронизации с аппаратом искусственной вентиляции легкой Противопоказаниями к проведению пронпозиции есть абсолютно и относительные Итак, абсолютно Это нестабильность при спинальной травме Открытая грудная клетка после травмы или хирургического вмешательства 24 часа после кардиохирургии И открытая центральная канюля для проведения ЭКО К относительным противопоказаниям относят Политравмы, переломы ребер, таза, лица, частые судороги Тяжелая черепно-мозговая травма Повышенное внутричерепное давление 24 часа после трахеостомии Сердечно-сосудистая нестабильность Предыдущий неудачный опыт проведения пронпозиции Ожирение и беременность во втором-третьем триместре Для проведения пронпозиции нам необходимы соответствующие оборудования Это матрас с низким давлением Либо кровать для проведения кинетической терапии Либо какой-нибудь местный аналог Дыхательные контуры Отсос Ленты для крепления на трахеальной трубке Глазная мазь Простынь для переворота Две чистые простыни Подушки в количестве 3-5 штук Электроды для ЭКГ И ассорбирующие пеленки Итак, на этапе подготовки проведения пронпозиции Мы должны обсудить с коллегами преимущественные недостатки Проведения пронпозиции для данного пациента Получить информированное согласие от пациента Либо родственников Проинформировать старшего смены заведующего отделения В зависимости от структуры, в которой вы работаете Убедиться в наличии необходимого персонала Для проведения данной манипуляции Убедиться в том, что пациенту сделаны все необходимые процедуры И исследования Так как передвижение пациентов в пронпозиции по госпиталю Это очень затруднительно При обеспечении респираторной поддержки данной манипуляции Надо обратить внимание на следующие моменты Первое, это наличие набора для трудной интубации Ну и, конечно же, квалифицированного персонала Который может провести данную манипуляцию Оценить степень сложности интубации Убедиться в положении эндотрахеальной трубки Желательно даже поставить метку Перед тем, как вы будете проводить изменения позиций пациента Убедиться в качестве крепления эндотрахеальной трубки То есть, если она фиксирована лейкопластырем То это должен быть лейкопластырь В котором вы уверены Хорошего качества Для того, чтобы после переворота У вас не произошло разгерметизация контура Либо смещение эндотрахеальной трубки Если эндотрахеальная трубка привязана То обязательно наличие Каких-нибудь марлевых тампонов Для того, чтобы Не возникало пролежней Между креплением эндотрахеальной трубки И мягкими тканями лица Обязательно проведение санации ротовой полости Трахеобранхиального древа Обязательно проэксигенация Обязательно записать в историю болезни Либо где-то зафиксировать показатели ИВЛ И набрать газы крови Если говорить об аспектах проведения инфузионной терапии То в первую очередь надо убедиться в безопасности В том, что все системы закреплены В том, что в момент перемещения Они не изменят свое положение И разгерметизируются Необходимо отключить несущественные инфузии Несущественный мониторинг Пациент должен быть стабильным Со стороны сердечно-сосудистой системы И желательно, конечно же, подготовить Чтобы у вас было всегда в доступе Инотропы На тот случай, если после изменения Положения пациента У вас возникнет сердечно-сосудистая нестабильность Для проведения промпозиции Пациент должен находиться в состоянии ломбиседации Желательный уровень седации Это глубокая седация Возможна необходимость использования мышечных релаксантов Особое внимание следует делить глазам пациента Глаза пациента должны быть чистыми, увлажненными Тейпированными для предотвращения высыхания и изъязвления В идеальном варианте Это гелевая подушка Либо что-то подобное Особое внимание нужно уделить трубкам и дренажам Коровление из назогастрального зонда Необходимо прикормить Необходимо провести аспирацию Желудочного зонда Желательно за час до проведения промпозиции И необходимо отметить длину назогастрального зонда Для исключения его смещения после проведения данной манипуляции Плевральные дренажи должны быть в безопасности И помещены внизу пациента Они должны быть под контролем определенного члена команды И если это безопасно для пациента То их вообще желательно заглушить Селение из системы, что находится выше линии пояса Необходимо поднять вверх А ниже пояса необходимо опустить вниз Мочевой катетер необходимо перекрыть И закрепить за ногу Ежедневная гигиена проводится в обычном режиме Уход за полостью рта Мотива Перевязка Снежность в сторону Вентилятор должен быть как можно ближе к пациенту С соответствующей стороны Пациент должен быть повернут в сторону вентилятора Теперь мы поговорим о самой процедуре проведения промпозиции Итак, шаг первый Подбор персонала Персонал, команда для проведения промпозиции Должна состоять из пяти человек Включая доктора, как тот, который контролирует дыхательные пути Перед началом процедуры Персонал должен представиться и обозначить свою роль Доктор, который контролирует дыхательные пути Должен стать у изголовья пациента Он отвечает за проведение процедуры И отдает команды о проведении промпозиции Как минимум два доктора или персонала с каждой стороны Должны отвечать за переворот пациента Если это точный пациент, то можно с каждой стороны использовать и три человека Дополнительный персонал необходим для контроля За жизненно важными тренажами и трубками Шаг второй Расположение пациента Пациент должен лежать на ровной поверхности В нейтральной позиции Доктор, который контролирует дыхательные пути Одна рука его должна контролировать эндотрахеальную трубку Другая дыхательные контуры, как вы можете видеть на диаграмме ЭКГ-мониторы должны быть отключены Подушки необходимо разместить на груди, тазу и коленях Все в зависимости от строения тела человека Для того, чтобы уменьшить давление на живот На верхней фотографии вы видите, как правильно должны быть расположены подушки После этой манипуляции мы накрываем пациента чистой простыней и заворачиваем латеральные края как можно плотнее для того, чтобы четко контролировать перемещение пациента по кровати Шаг четвертый Горизонтальное перемещение После того, как мы четко закрепили пациента, имеем четкий контроль Мы перемещаем пациента в сторону от вентилятора и в сторону противоположную от того места, куда мы будем переворачивать пациента Шаг пятый Латеральный поворот По команде человека, который стоит у головного конца, начинается поворот в пронпозицию Пациента поворачивают для начала на 90 градусов После чего команды сменяют руки То есть, команда, которые, руки которых находятся внизу, меняются и берутся вверху за ролик А команда, руки, которые находились вверху, хватаются за нижний конец Шаг шестой Завершение поворота По команде человека, который находится на головном конце Команды завершают поворот Особое внимание следует уделить контроле шеи и головы По завершению поворота головой пациент должен быть обращен к аппарату искусственной вентиляции левки Шаг седьмой Размещение пациента Пациент должен быть размещен четко по центру кровати Он не должен никуда соскальзывать Под голову желательно поместить ацербирующую пеленку Пациента нужно разместить в положении пловца Для чего руку, которая находится со стороны поворота головы То есть ближе к аппарату искусственной вентиляции легких Мы поднимаем вверх Отводим плечо под 80 градусов И сгибаем кисть под 90 градусов Данную позицию каждые 2-4 часа То есть позицию головы и рук Мы меняем Для того, чтобы пациент у нас размещался правильно на кровати Он размещается под 30 градусов В обратной позиции Трендаленбурга Шаг восьмой Контроль давления Убедитесь в том, что подушки расположены оптимально В соответствии со структурой тела пациента Убедитесь в том, что нет давления на проблемные зоны у пациента Нет прямого давления на глаза Уши не загнуты Эннотрахеальная трубка не находится в углу рта И не создает давление на щеки или губы Назогастральная трубка не прижимается к носу Пенис свободно расположен между ногами и мочевой катетер находятся в безопасности Любые линии, системы, катетеры, трубки не прижимаются к мягким тканям человека Переворота спины практически происходит в обратном порядке Также необходимо наличие обычного персонала Специалистов по сложной интубации При оксигенации Контроль эндотрахеальной трубки Магистрали Проведение аналога седации Прекращение существенных инфузий Прекращение кормления через назогастральный зонд И аспирация содержимого за 1 час Перевещение пациента ОТВЛ Подготовка с простынями Как и пронпозиции В идеале данную манипуляцию необходимо переводить с утра Для того, чтобы утром в положении лежа на спине Произвести уход за пациента в соответствующий туалет И все существенные манипуляции, назначения и исследования Мы практически ничего не сказали об искусственной вентиляции легких В момент проведения пронпозиции И когда мы пациента переводим в пронпозицию Мы вряд ли будем менять режимы вентиляции легких Однако исследование, которое проходило недавно На модели животных от наших итальянских коллег А именно там участвовал Паоло Полози Который является другом нашей кафедры Очень часто присутствует в нашей конференции Так вот, они показали метод эффективности тетрования ПДКВ При проведении пронпозиции Когда пациент в ней находится И показали то, что пронпозиция позитивно влияет на оксигенацию Вне зависимости от метода подбора ПДКВ Во время нахождения пациента в пронпозиции К сожалению, может возникнуть необходимость проведения экстренных мероприятий Экстренные процедуры, которые предполагают переворот Должны быть тщательно обсуждены В момент переворота обязательно надо назначить человека Для контроля дыхательными путями Или главу команды Переворот бесполагающейся помощи Может повредить как пациенту, так и персонал Однако, сердечно-легочная реанимация Может проводиться в условиях пронпозиции Как показано на слайдах Дислокация эндотрахеальной трубки В условиях пронпозиции Может быть решена Использованием для рингеальной маски И системы Айгель На данном слайде Мы видим алгоритм Проведения сердечно-легочной реанимации У пациентов пронпозиции Итак, если мы констатируем Остановку сердечной деятельности Мы сразу вызываем на помощь Начинаем проведение Сердечно-легочной реанимации Пронпозиции Включаем 100% кислород Накладываем дефибрилляционные подушки Проводим сердечно-легочную реанимацию По АЛС протоколу И гайдлайну для взрослых Если реанимационные мероприятия эффективны Мы их продолжаем Если неэффективны Мы совершаем переворот пациента Также следует отдельно поговорить О применении ЭКМА И пронпозиции Итак, возможными ситуациями Для применения ЭКМА Является рефракторная гипоксия При проведении ЭКМА Улучшение легочного дренажа А также возможные проблемы В проведении забора крови При веновенозном ЭКМА Либо при длительном проведении данного метода Возможные риски при проведении данного метода При пронпозиции Это рассоединение конюля Воздушная эмболия Снижение потока крови Из-за повышения внутребрешного давления Кровотечение из конюля И невозможность ее доступности Проблемы с тромбозом оксигенатора Которые требуют Незавидительной смены контура Как и для любой сложно составленной процедуры При проведении пронпозиции Рекомендуется использование чек-листов Для того, чтобы просто коллектив Не забыл никаких действий На данном слайде мы видим чек-лист Который применяется в Британской ассоциации Врачей-интестной терапии Здесь мы видим практически все пункты Которые мы проговорили В ходе обсуждения метода пронпозиции То есть здесь мы видим И какой состав команды И все ли мы параметры отметили И вплоть до того, что пофамильно записывается состав команды Для того, чтобы не упустить ни одной важной детали При проведении данной манипуляции Также отдельный чек-лист существует И для сестринского персонала На данном слайде приведен один из примеров таких чек-листов На данном чек-листе особое внимание уделено Именно вопросом размещения пациентов пронпозиции Нет ли лишнего давления Невозможно ли образование пролежней И правильный алгоритм работы сестринского персонала Теперь нужно поговорить с вами Об осложнениях при применении пронпозиции Тем более данный материал Мы взяли из исследования Наших итальянских коллег Которые как раз таки и проводили данное исследование У пациентов при лечении коронавирусной инфекции Итак, самой главной проблемой является восстановление пролежней Для профилактики, конечно, основным методом является Это изменение положения тела, головы, рук Каждые 4-6 часов Необходимо следить за проблемными местами Это эндотрахиальная трубка, желудочный зонд Различные катетеры, КГ, монитор, линии Все они могут вызывать при контакте с мягкими тканями пролежней Для этого мы проводим классическую профилактику пролежней Также мы можем применять дополнительные препараты для лечения пролежней Это мази, пенки, пудры Которые тоже препятствуют возникновению пролежней в проблемных местах Следующей проблемой является проблема с тем, что возникает травма глаз Для этого, как мы с вами обозначали, необходимо применение Либо каких-нибудь повязок, гелевых подушек Для того, чтобы не пересыхала роговица глаза Также необходимо обращать внимание на то, чтобы у нас не происходили заломы ушей Которые, к сожалению, тоже достаточно часто бывают Иногда возникают травмы плечевого сплетения при неправильной позиции руки Для этого мы с вами говорили о позиции пловца И о том, что каждые 4-6 часов рекомендовано сменять положение тела Также необходимо обращать внимание на контроль центральных венозных доступов Для того, чтобы не было рассоединений, не было пролежней И, к сожалению, также возникают травмы персонала при проведении промпозиции Для того, чтобы этого не возникало, надо полностью соответствовать обозначенному нами алгоритму И тогда будет минимальная вероятность возникновения этих травм Естественно, представленный протокол не является догматичным Существует множество альтернативных протоколов Например, на данном слайде представлен протокол, который состоит из 10 шагов Если внимательно его рассмотреть, то разница состоит лишь в том Что здесь отделяется особое внимание санации трахеобронхиального древа И также контролю параметра вентиляции, расположения трубок Что выносится отдельными шагами Итак, для того, чтобы подытожить, мы отметим несколько вещей Первое. На самом деле, промпозицию можно применять не только у пациентов Которые на искусственной вентиляции с тяжелейшим ОРДС Но даже у пациентов в сознании, которые спокойно воспринимают данную процедуру И находятся на оксигинотерапии Показанием, четким показанием проведения данного метода лечения Является наличие респираторного дистресса синдрома, рефракторной гипоксии Соотношением ПО2 к ФИО2 менее 150 Если при проведении данного метода лечения Соотношение ПО2 к ФИО2 у нас становится менее 80 То мы переходим к употреблению экстракорпоральной мембранной эксигенации Эффективность же промпозиции и успешность его лечения Это когда показатели соотношения ПО2 к ФИО2 при ФИО2 больше 0,06 Одинаковые как в промпозиции, так и в обычном положении пациента Уважаемые коллеги, надеюсь, наше с вами общение было информативным До будущих встреч, благодарю за внимание